Для лучшей визуализации этого результата я строю некоторую схемку по столбцам исходной переменной, участвующей в анализе. С серым помечены те переменные, которые не вошли в двухмерные эффекты. Единицами помечены пересечения каждого двухмерного эффекта и переменных, которые его составляют. И ниже построена схема, как между собой связаны парными связями интересующие нас переменные. Мы видим, что на отношение к Украине влияют две переменные D и F. То есть речь идет об отношении к СССР и типу национализма, который исповедует та или иная националистическая организация. Этот двухмерный эффект помечен серым, потому что внутри него не нашлось значимых микроэффектов. Во всех остальных нашлись. Углиненный анализ, помимо поиска связи между интересующей нас зависимой переменной и потенциальными предикторами, в данном случае D и F, позволяет найти и другие связи, которые позволяют построить вспомогательные модели предсказательные. То есть мы можем видеть, что переменная H, тип религиозности, влияет на, как мы видим, желаемые границы государства. В свою очередь желаемые границы государства, связанные с отношением к СССР. А здесь мы видим снизу, что расизм, наличие или отсутствие его идеологии организации, влияет на тип национализма. Или, по крайней мере, связан с ним. Рассмотрим последовательно эти цепочки. Начнем с вот этой цепочки H и G. Здесь выявлены три значимых микроэффекта. Мы можем утверждать, что если организация придерживается скорее христианских ценностей вероисповедания, то в этой организации нет стремления, ей не характерно стремление к мононациональному государству, исходя из этого микроэффекта. Синим как раз отрицательная связь обозначена. В случае же, если организация исповедует светскость или атеизм, принципы светскости или атеизма, то высока вероятность того, что эта организация стремится к построению территории России мононационального государства. В свою очередь, если организация придерживается христианству, опять же, то велика вероятност.